На 777, приходим всем. Всего было зафиксировано пуски 18 ударных беспилотников типа «Шахет-136-131». Основные направления удара – это Хмельницкая и Одесская области. В результате противовоздушного боя силами и средствами воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины было уничтожено 15 ударных беспилотников. К сожалению, три беспилотника прорвались через нашу систему ПВО и в основном это были прорывы на юго-западе Украины, зернохранилище повреждено, портовая инфраструктура. Враг пытается на юге нарушить портовую инфраструктуру, ну и очень их беспокоит Хмельницкая область. Никак они не могут пережить то, что Старый Константинов живет и сражается, ну и другие объекты в Хмельницкой области. Далее, к уничтожению этих 15 беспилотников привлекались зенитно-ракетные подразделения и мобильные огневые группы. А на линии фронта за прошедшие сутки произошло 91 боевое столкновение. Интенсивность боев очень высокая, очень. И несмотря на то, что бои в большей степени носят, я бы сказал, пеший характер, иногда бывает, что пробивается участие бронетехники, но тем не менее, в основном пеший характер. Но их интенсивность довольно высока. 91 боевое столкновение. Всего за прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 80 авиационных ударов. Совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам в прифронтовой полосе на всю глубину досягаемости огневых средств врага. В результате этих террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а также разрушения и повреждения получила жилая инфраструктура и другая гражданская инфраструктура. Авиационные удары расистских оккупантов пришлись в основном на Черниговскую, Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. А вот под артиллерийский огонь расистских захватчиков попало более 160 населенных пунктов. В эти сутки, как никогда, количество огневых ударов артиллерии со стороны противника было просто огромным. И это населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской областей. То есть фактически вся граница с Рашистской Федерацией и линия фронта от Сватова до Олешек. Далее пройдемся по зонам ответственности. В зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск Север на Волынском и Полесском направлениях. Тут оперативная обстановка без изменений, она стабильная и контролируемая. На Северском и Слобожанском направлениях тут тоже ситуация остается тяжелой, но контролируемой. У нас Черниговская и Харьковская области и артиллерийские обстрелы и авиационные удары. А вот в Сумской области в эти сутки было полегче. Там были только артиллерийские удары. Авиация в Сумской области не применялась. Также враг пытается проводить диверсионно-разведственную деятельность. Мы проводим контрмеры по ликвидации и недопущению проникновения ДРГ противника на нашу территорию. Далее зона ответственности группы войск Хортица. Купинское направление. Тут украинские защитники отразили 7 атак врага. В основном они были в районе Синьковки. А также враг пытался проводить штурмовые действия в районе Лимана Первого. У Ивановки силам обороны Украины в очередной раз удалось отбить позиции. Враг хоть и имеет глобальное преимущество, имеется ввиду в технике и вооружении на этом оперативном направлении. Но конвертировать его в результат, то есть позитивный результат для себя, у врага не получается. А у наших защитников при том, что они в меньшинстве, получается. И вот в районе Ивановки наши войска отбили несколько позиций у врага. То есть вернули ранее утраченные позиции. Далее Лиманское направление. Здесь враг проводил атакующие действия в районе Тернов, Веселого, Раздолевки. Всего было зафиксировано 6 атак противника на нашей позиции. Все 6 атак были отбиты. Враг понес потери и отступил на исходные рубежи. Бахмутское направление. Здесь было сложнее. Силами, ну вообще, если брать последние несколько дней, была большая довольно активизация. Всего расисты использовали где-то до 6 рот. Мотострелковых и Шторм-Зет. Все вместе. До 6 рот. И атаковали в районе Спорного. Успеха не имели. Также продолжаются боевые столкновения в районе Хромового, Богдановки, западнее Бахмута, Клещиевки и Андреевки. Всего зафиксировано на Бахмутском направлении за прошедшие сутки 12 атак противника. 12. Ни одна из атак не увенчалась успехом. Успехом враг понес потери, отошел на исходные рубежи. А вот в районе Богдановки, наоборот, наши силы обороны, как говорит американский институт изучения войны, что наши силы обороны вблизи Богдановки захватили две позиции врага. Ну, то есть, вот это, как говорят, на плечах отступающего противника, наши войска принято было решение, контратаковали и отбили две позиции, которые ранее удерживали, там воюют десантники, воздушно-десантные войска, российских оккупационных войск. Вот такой вот, вот такой небольшой успех, тактический успех имели наши войска в районе Богдановки, на Бахмутском направлении. Далее у нас зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия, Авдеевское направление. Здесь мы продолжаем сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши силы обороны довольно неплохо удерживают рубежи, при этом наносят врагу значительные потери. Была попытка атаковать на одном из участков Авдеевского оперативного направления, была попытка атаковать с помощью бронетехники. В результате эти колонны даже не дошли, двумя колоннами выдвигался враг, они не дошли до линии спешивания, до рубежа спешивания. Были разгромлены с помощью нашей артиллерии и FPV-дрона. Вот то, что я вам и говорил. Всего было зафиксировано 34 атаки по всему периметру вокруг населенного пункта Авдеевка. Враг пытался наступать по посадкам у Степнова. Сейчас ситуация уточняется, где там проходит у нас серая зона, где у нас линия фронта. Вот эти колонны техники, это была попытка рашистов ввести в бой 30-ю отдельную мотострелковую бригаду, которая закончилась очень печально для этой бригады. Ну, нечего лезть в нашу страну. Они пытались атаковать Авдеевский коксохимический завод, но получили достойный отпор. Также вооруженные силы продвинулись в районе Авдеевского коксохимического завода и вынудили рашистов отступить с двух передовых позиций. Кстати, ну, в Коксохим, там промка Авдеевская, она, в принципе, представляет собой серую зону. Там никто не может закрепиться. Но враг пытается, усиленно пытается зайти на промку и пытается там закрепиться. Как только там появляются вражеские войска, наши разведчики это засекают, и там начинает работать аэроразведка и ударные дроны типа FPV или наша артиллерия. То есть, либо то, либо то. И получается такой бесконечная Чернобаевка. Они заходят на промку, мы их уничтожаем. Они заходят на промку, мы их уничтожаем. При этом мы промку не штурмуем. Мы просто не даем им там закрепиться. И таким образом постепенно перемалываем их войска. Кстати, даже военкоры рашистские начали писать о том, что это безумие. Вечная попытка закрепиться на промке и нести такие колоссальные потери. А даже уже военкоры понимают, что закрепиться на промке невозможно. Она с трех сторон простреливается нашими войсками и нашей артиллерией. Поэтому, ну, но тем не менее, они прут. Вот такая вот там складывается ситуация. При этом, видите, мы контратаковали, подгадали момент, провели контратаку. И мы уже две позиции отжали у врага. И теперь закрепляемся на этих позициях. Также продолжается на Авдеевском направлении. Продолжаются атаки врага из Водянова в сторону Тойникова. Это южный фланг. Они пытаются там продвинуться, но безуспешно. Наши войска тоже там надежно держат оборону. И каждая атака заканчивается большими потерями в личном составе российских оккупационных войск и откатом на исходные рубежи. Маринское направление. Тут силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Маринки и Новомихайловки. Всего зафиксировано на Маринском направлении 17 попыток атаковать наши позиции. Ни одна из атак не увенчалась успехом. Линия фронта осталась без изменений. Шахтерское направление. Тут была одна попытка атаковать наши севернее Новодонецкого. Она была отбита нашими войсками. Линия фронта без изменений. На остальных участках шахтерского оперативного направления происходили позиционные бои и обмены артиллерийскими ударами. Запорожское направление. Тут силы обороны отразили 6 атак противника. Западнее Вербового, Новопрокоповки и Работиного Запорожской области. А так ситуация не поменялась. Линия фронта осталась без изменений. Противник даже пытался проводить разведку боем западнее Работиного. В ход уже начинают идти колонны техники. То есть они пытались прощупать. Они хотят срезать выступ наших сил. Ну вот этот Работинский плацдарм. Ну и здесь-то удачи у них не получилось. Наша артиллерия и FPV дроны поработали над этими колоннами техники. И нанесли довольно серьезное поражение. Там уже идет активное обсуждение. Рашистские военкоры пытаются посчитать, сколько там на сотню уже идет количество убитых и раненых в этих колоннах. То есть колонны даже не достигли поля боя. На этапе выдвижения были атакованы и уничтожены нашими огневыми средствами. Далее в зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса. Это у нас Херсонское направление. Там силы обороны удерживают занятые позиции на левом берегу Днепра. Есть информация о том, что Плацдарм, как я вам говорил, наращивает свои усилия. Наши войска имеют там тактический успех и продвинулись немного вперед. Точное место не уточняется. Но враг, в принципе, пытается атаковать наши позиции с целью выбить. Я вчера, кстати, не зря, видите, про Теплинского, бывший командующий ВДВ, который сейчас командует группой войск Днепр, командовал. Вот. Я не зря вчера оговорился, назвал его Тупинским. Его сегодня сняли. Он уже не командует группой войск Днепр. Там назначен кто-то из, я так понимаю, кто-то из операторов, из оперативного отдела генштаба РФ и полковник, не помню его фамилию. Вот его назначили координировать действия. Но он, если я так понимаю, исполняет обязанности командующего группой войск Днепр, рашистских оккупационных войск. И это уже третий за месяц, за последний месяц, третий командующий на группе войск Днепр. Там ситуация очень интересная. С одной стороны 65-68 тысяч мы оцениваем группу войск, с другой стороны ширина фронта 250 километров на эти 65 тысяч. То есть получается где-то на каждый батальон 85 батальонных групп. Там довольно низкая плотность. Если по батальонам считать, то эта группировка где-то насчитывает около 85 батальонов. Различных батальонов. Вы же не забывайте, что это есть танковые, есть мотопехотные батальоны. Они не сидят все в одну линию. Они, допустим, три пехотных батальона, если занимают батальонные районы обороны, то они усиливаются танковыми ротами. Вот вам уже, это считайте оборона полка. Полк обороняет там до 10 километров. Полосу обороны может оборонять полк. Это без усиления. За счет своих ресурсов. Поэтому плотность, если растянуть все эти батальоны на 250 километров фронта, то плотность очень низкая. Если они начинают снимать войска с какой-либо, любого участка фронта, то, естественно, это сразу же сказывается на характере ведения боевых действий. Плюс мы этим можем сразу же воспользоваться. Мы не даем противнику тем, что мы ведем беспокоящие боевые действия на всех участках фронта. Да, может быть где-то инициатива у врага, и они навязывают нам атакующую тактику. И мы сидим в обороне. Но при этом, видите, наши войска, мы научились использовать отступающего противника. Захлебнувшаяся атака, откатывающийся враг и на плечах отходящего врага мы отбиваем, как при невозможности, мы отбиваем там одну-две позиции и улучшаем свое тактическое положение. Поэтому здесь, несмотря на то, что группа войск большая, за счет растянутости фронта и за счет довольно плохого снабжения, потому что здесь мы еще и логистику очень сильно разрушаем. Наши Хаймарсы работают и ракеты авиационного базирования типа Штормшедов или Скальп тоже работают на этом участке. И поэтому они не могут, видите, не могут, несмотря на то, что они сформировали три группы, небольших группы войск, которые атакуют одна с севера вдоль Днепра, вторая с юга от Олешек, третья с фронта давит на Крынки. Но ничего у них не получается. Наши войска наращивают свои ресурсы на Плацдарме, Плацдарм увеличивает свой боевой потенциал и держит, и надежно держит там оборону. Кстати, произошел очень интересный случай, который, считаю, надо огласить тоже. Это 11-я бригада Национальной гвардии Украины отличилась тем, что уничтожила, в Херсонской области уничтожили новейший российский зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь». Уничтожили две пусковые установки двумя дронами FPV. В чем особенность? Этот комплекс идет на замену ТОРа. Он среднего радиуса действия, 30-60 км, в зависимости от модификации ракет. По характеристикам, скажу сразу, довольно неплохой. До 30 целей может сопровождать, до 8 целей может одновременно поражать. Состоит из пусковой установки и нескольких пусковых установок и радиолокационной станции, которая совмещается с командным пунктом. Но стоимость одной пусковой установки оценивается примерно в 135 миллионов долларов. Там пусковая установка на базе БАЗа, или его еще когда-то он назывался ЗИЛ-135, но это советских времен. Сейчас этот же завод выпускает БАЗ шасси. Это многоосное шасси высокой проходимости. И у него, будем так говорить, пакет, ну не пакет, направляющий. Пакетного заряжания в РФ и нет. Они сохранили традиции Советского Союза, и на пакетное заряжание так и не перешли. Контейнеры с ракетами на пусковой установке. На вооружение этот комплекс принят в 2020 году, а на конец 22-го года в вооруженных силах РФ всего лишь 6 пусковых установок. 6 было на конец 22-го года. И к 27-му они планируют 12 дивизионов поставить такого комплекса. Планировали, как сейчас трудно сказать, но тем не менее планировали до 27-го года поставить в войска 12 таких дивизионов. Среднего радиосодействия. Техника, видите, дорожает техника. Если Панцирь С-1 у них 15 миллионов стоил, мы говорили, дорогущий, тактический, то среднего радиосодействия, то 135 миллионов пусковая. Так вот, 2 пусковых было уничтожено дронами за 500 долларов. 135 миллионов и 500 долларов. Два дрона ФПВ и 2 пусковых установки сгорели. Сдетонировал боекомплект. То есть ракеты загорелись, сдетонировали и установки уничтожены. Вот такой вот подарочек сделали национальные гвардейцы себе, ну и нам всем, уничтожая нашего врага на левом берегу Херсонской области. Далее, как вывод по военной обстановке на линии фронта можно сделать следующее, что враг несколько сбавил темп, закрепляясь на занятых позициях, однако имеющиеся силы и резервы позволяют в ближайшие месяцы сохранять интенсивность боев на довольно устоявшемся уровне, в том числе на Абдиевском выступе, куда вводятся все новые и новые резервы, в том числе и зэков-шайгистов, которые вчера еще были заключенными, а сегодня они уже входят в состав бригад, сегодня они уже контрактники вооруженных сил Рашистской Федерации. Так что, ну, для понимания, в районе Абдиевки воюют три армии. Восьмая общевойсковая, вторая общевойсковая и, по-моему, сорок первая или сорок вторая общевойсковая армия. Три армии воюют вокруг Абдиевки, пытаясь ее взять. И они туда стягивают все, что они намобилизовывают, все стягивается, в первую очередь, на Абдиевское направление. Так что, тяжело нам там очень будет, но я думаю, что у нас есть все шансы удержать Абдиевку. Особенно, если ситуация будет складываться точно так же, как с промзоной Абдиевской, и когда мы там устраиваем бесконечную Чернобаевку, они заходят, мы их уничтожаем, то Абдиевка в основном промзона. Там промышленных зон намного больше, чем жилых кварталов. Кстати, даже вот российские военкуры отмечают, что дальнейшее продвижение без выравнивания фронта по промзоне, промзона получается, как такой выступ, они туда заходят, она немножко выступает из общей линии фронта, перейдя в серую зону, она выступает. Но для того, чтобы из промзоны атаковать дальше наши войска, им надо выровнять фронт по флангам, справа-слева от этой промзоны. А это сделать они не могут, на сегодняшний день не в состоянии. Так что и на промзоне, я думаю, что это будет вот такой бесконечный тупик с перемалыванием российских войск на промзоне. Два слова скажем о оккупированных территориях. У российских оккупантов на временно оккупированных территориях Украины не хватает желающих работать в органах внутренних дел, в том числе и в оккупационной полиции. То есть они пытаются сформировать какие-то там органы, правоохранительные органы. Росгвардии не хватает. Кстати, они очень ограничены. Я отметил, что Росгвардии очень мало находятся на территории Украины. Они, видимо, они собирают там, допустим, сводные батальоны делают, ну, якобы, из добровольцев и Росгвардии направляют сюда. Но здесь пытаются в основном вербовать местное население. Видимо, видимо, Кремль очень сильно боится, что если вспыхнут протесты, то Росгвардия будет нужна внутри страны. А я, кстати, я напомню, что согласно указу, точнее, закона Рашистской Федерации о Росгвардии численность ее 400 тысяч человек. Когда этот закон принимали, там в 18-м году было изменение, с 200 повняли до 400, то тогда я отмечал, что сухопутные войска вооруженных сил РФ имели по закону на тот момент имели численность 380 тысяч, а Росгвардия имела численность 400 тысяч. Но здесь, в Украине, присутствует там буквально пару десятков тысяч Росгвардии. Поэтому они набирают. Так вот, местные отказываются работать на оккупантов, в том числе и в полиции. Следовательно, в Крыму недостаток офицерского состава составляет 30 процентов. Они перебрасывают сюда, к фронту. А на временно оккупированной территории Донецкой и Запорожской области некомплект личного состава составляет более 60 процентов в правоохранительных органах. Оказавшиеся в оккупации местные жители не идут работать на захватчиков, в частности из-за активной деятельности Украинского Движения Сопротивления. То есть, наше движение Сопротивления там работает в полный рост. За прошедшие сутки авиация Силы Вороны Украины нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага. Один удар по пункту управления войсками, три удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение одному вертолету. Тоже очень уникальное выполнение задачи. С помощью разведдрона отслеживался полет вертолета и как только вертолет начал совершать посадку ну что они там какая задача была трудно сказать в район посадки вертолета был скорректирован и был дроном скорректирован выпущен снаряд Хаймерс. Да, он не попал в вертолет но этого не надо. Он взорвался рядом с местом посадки и там от вертолета поверьте осталось одно решито осколочное он у него обшивка алюминий поэтому осколочные повреждения сделали просто осколки точнее Хаймерс сделали из вертолета просто решито довольно такое уникальное нанесли поражение вертолету с помощью Хаймерс. Одну зенитно-ракетный комплекс поразили я вам рассказал какой две пусковые три района сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага один состав боеприпасов и два и два района огневых позиций артиллерии врага ориентировочные потери расистских оккупационных войск за прошедшие сутки в Украине составили в личном составе 1120 оккупантов в технике и вооружении в танках 18 единиц в боевых бронированных машинах 26 единиц в артиллерийских системах 21 единица в беспилотниках оперативно-тактического уровня 33 единицы крылатая ракета 1 единица автомобильной техники 29 единиц и специальной техники 3 единицы вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек и в общем сложилась вот такая вот военная военная обстановка ну вчера нашумевшее такое было у нас нашумевшее событие произошло и опять отличилась служба служба безопасности Украины и вчера в Подмосковье был ликвидирован коллаборант и предатель Илья Кива он призывал к геноциду украинского народа к уничтожению нас как нации и к уничтожению государства как и Украины как государства проживал он в Подмосковье и его охраняли расистские спецслужбы вот что самое интересное сложность была в том что достать его было довольно проблематично но при этом как отмечают отмечают некоторые источники служба безопасности сделала подарок в день вооруженных сил и в день святого Николая предатель Илья Кива был ликвидирован в Подмосковье его застрелил снайпер из стрелкового оружия возле ночного клуба Велыч тут правда не указывается не указывается населенный пункт ну Подмосковье в принципе это уже не важно важно вот что важно то что СБУ под руководством Василия Малюка доказывает на практике что найден и уничтожен будет каждый предатель если он не сдастся и не предстанет перед судом то он будет отыскан найден и уничтожен как предатель Украины и враг Украины кстати напомню одна из поговорок Василия Малюка это лучше когда двое ведут чем четверо несут то есть он заранее говорит что лучше сдаться и понести наказание за предательство чем ну вот Киву понесли четверо он он думал что призывал на уничтожить ну а в результате уничтожили его кстати я напомню что существует так называемый он уже получил даже название свое существует список Василия Малюка всех коллаборантов и и всех предателей которые именно которые предали Украину которые перешли на сторону врага и согласно этого списка служба работает причем везде видите Подмосковье пожалуйста вспомните перед этим был взрыв в Ростове кстати в Луганске прогремел тоже взрыв и там был уничтожен депутат так называемый депутат так называемый ЛНР Олег Попов тоже бывший наш гражданин который предал страну и он руководил комитетом национальной безопасности ЛНР так называемый в результате это его не спасло тоже сел в машину и взлетел излетел на воздух это еще раз доказывает что не защитят никакие спецслужбы РФ и не защитят а наши спецслужбы работают по принципу по принципу и по канонам МОСАД помните я вам говорил что называет уже СБУ называет украинский МОСАД так что МОСАД наш МОСАД работает и каждый предатель прежде чем предать родину перейти на сторону врага надо крепко подумать о последствиях такого шага если такой шаг сделан значит каждый коллаборант должен понимать оглядываться ходить с оглядкой и понимать что он уже в списке Василия Малюка и он является законной и легитимной целью для его ликвидации либо сдаться и понести наказание либо будет ликвидирован как законная и легитимная цель как враг государства вот такая вот вот такая вот операция была проведена ну мы все знаем хорошо Илью Киеву он очень много тут я бы так сказал выбраков высказываний метался он из стороны в сторону в результате он стал примкнул к партии ОПЖЗ и был помощником точнее соратником Медведчука ну и начал высказывать открытые антиукраинские лозунги и антигосударственные и антигосударственные толкать антигосударственные речи в результате чего вот с ним и произошла такая такой казус Белли вот с ним вот с ним я ты Продолжение следует...